всем доброго времени суток вот пришла осень и очень резко похолодало и пора утепляться сегодня я хочу рассказать вам о футере футер бывает трех видов двух нитка трех нитка и футер с начесом из футера можно шить как спортивные костюмы просто брючки баечки толстовки так и платье тоже очень хорошо и стильно смотрится вот здесь у нас находится футер с начесом здесь футер с петлей футер начес и футер петля отличаются тем что у футера начес с изнаночной стороны такой мягенький мягенький пушок на футере петля изнаночная сторона сделана как бы петелькой такой футер начес на ощупь немножечко поплотнее смотрится поэтому толстовки из него делать вообще идеально просто вот на каждый из футеров в наличии есть кашкарсе которая используется для пояса для манжет по составу футер трех нитка начес это будет 65 процентов хлопка и 35 полиэстера футер трех ниточка по составу будет 85 процентов хлопка и 15 процентов полиэстера и ширина у всего футера у всего футера идет метр восемьдесят поэтому в раскладку его делать очень удобно даже с капюшоном вам достаточно будет брать одну длину и длину рукава дает ли усадку эта ткань да ткань дает усадку естественно потому что это хлопок и вообще в идеале перед раскроем его желательно замочить и высушить для того чтобы вы уже делали свои лекала вот вернее делали свой крой ничего не опасаясь что касается сезонности значит футер двухнитка которая потоньше он в принципе вообще вот он может использоваться даже летом в нем не будет вам жарко если погода такая вечерняя более-менее прохладная также он идеален будет для занятий спортом в спортивных залах футер трех ниточка он вот сентябрь очень хорош будет то есть в нем будет и не жарко и не холодно также для помещений для платьишек он тоже будет очень хорош если кто работает вот в таком месте где можно ходить в такой одежде более-менее спортивный футер начес он уже более более теплый и он более к зимнему сезону зимой он вообще незаменим для мам которые гуляют с колясками вот в нем тепло уютно комфортно практически непродуваемо для этого трикотажа можно использовать иглы как джерси так и стрейч нумерации они выбираются в зависимости от плотности ткани от 75 до 90 значит эти иголочки отличаются тем что у них тупой кончик немножечко закругленный и он не рассекает плетение можем подобрать ниточки любого цвета практически вот на обметку и на стачку тут есть текстурированные они чем-то отличаются от универсальных немножечко более тонкий и в принципе на трикотажные полотна они все-таки лучше идут это чтобы шов был немного мягче да и тоньше и более мягкий ну и для завершения вашего костюма у нас имеется также все необходимое для этого фурнитура это шнур который втягивается в капюшончик и в брючки и это наконечники которые будут фиксировать работки низа вашего костюма поясов манжет пояса брюк значит у нас есть два вида кашкарсе более мягкая и более плотная более плотная кашкарсе лучше использовать для футера с начесом так как он более плотный тоже и будет лучше держать форму более мягенькая кашкарсе лучше использовать для вот так вот она растягивается лучше использовать для футера двух ниточки мягенькой либо для футера трех ниточки для того чтобы ваш низ также как и резинка брюк лучше держали ваш низ толстовочки и пояс брюк лучше держали форму используется резиночка эластичная лента она у нас представлена в достаточно широком ассортименте и все можно подобрать для обработки горловины имеется киперная лента если вы хотите вешалочку можно использовать вот такие интересные штучки которые тоже у нас имеются в наличии для вешалок это репсовая лента да вот эти вот семечки можно также использовать если вам интересно вместо шнура она тоже вполне подойдет она не тянется нет она не растягивается а киперная лента для чего нужно киперная лента используется для обработки среза горловины по спинке то чтобы закрыть шов да и чтобы его не было видно и еще если вам хочется декорировать ваше изделие для этого у нас еще есть специальные термо наклейки как для деток разные разные так и для взрослых вот такие вот варианты а каким образом они наносится на ткань а на всякий ли трикотаж можно клеить такие наклейки ну на такие наклеечки в идеале чтобы поверхность была гладкая потому что на ворсистой она может неоднородно сняться еще есть у вас тут по декоративным каким-то аппликациям ну выбор термо наклеек у нас очень большой также есть еще нашивки которые используются для таких же целей такие вот варианты они просто нашиваются или там есть какая-то тоже клейкая сторона она может приклеить есть которые просто пришиваются есть которые приклеиваются но в идеале в идеале их тоже все равно лучше пришивать а то с теми еще хорошо например если какая-то дырочка образовалась до закрыть и не надо ничего другого придумывать детских вещей да и для заменим для взрослых то есть выбор достаточно большую и футболки да можно так разнообразить конечно конечно майки футболки толстовки куртки те же джинсовые на ваше усмотрение классно вот пошивов пошивов включаем материала для пошивов спортивных костюмов у нас достаточно большое количество есть у нас на столице есть на платонова так что приходите пожалуйста выбирайте и получаете удовольствие от вашей работы